Во время зомби-апокалипсиса у многих женщин ничего не изменится. Они как ели, так и будут есть мозги. Сексологи доказали, что поведение человека за столом можно легко проецировать на его поведение в постели. Как человек ест, так он и занимается любовью. Тьфу, ерунда какая-то, а? Ну чё, какой человек в постели, так он и ест. Ну что это такое? Слушай, а я вот полностью согласна. Например, у меня Даня любит, знаешь, вот такой вот педант на кухне и в постели. Ну, например, он любит красивую сервировку, кружевные салфетки, свечи, есть не торопясь. У меня тоже, Коля, как бы гурман, можно сказать. Ну мы и в ванной ели. И в машине тоже. Недавно пикник устроили, прям на полу, на пледе, да. Не передашь конфетку мне? А, да, да. О, Иванка, привет. Привет, Коль. Галя, жрать хочу. Чё жрать-то, ну кушать, Коль, кушать. Я всегда хочу, а сейчас прямо я, прямо вот жрать хочу. Да ну, Коль, ну что ты? Какой он тебя прям дикарь. Ну просто позавтракать не успел. А мы вот в здании регулярно завтракаем, да. Только Гальку, чё, растолкаешься, что ли, утром? Самому приходится на скорую руку? Коль, ну чё ты руками-то? Ой, руками вкуснее. Ну, ну, и вилку мыть не надо. Ох, я жирненькое люблю. Понятно, почему ты жирненькое, Коль, любишь. Не такая уж и жирненькая, чё вы-то. Коль, ну чё такая с голодного края-то, ну серьёзно. А я с голодного, я с завода. Там 50 мужиков голодных целый день, они только и думают, лишь бы пожрать чё-нибудь. Ну, сейчас за стол поешь нормально, что ты. На, супа, супа налью тебе. Галь, ну чё ты там черпаешь эти остаточки? Ну, давай мне кастрюлю, ну. Да, ну, Коль. Я из кастрюли поем. Ну, этикет же. Стоп, где этикет? Ничего, этикет. Всё нормально. Так, давайте мы, наверное, вот так, чтобы, ну. Ой. Галь, ну чё, опять криворукая, что ли? Чего? Ну, последний раз мы со свечкой ели, когда этот фен в ванной утопило. Во-первых, не я, а ты. А во-вторых, мы месяц без света сидели, только потому, что ты руками своими мокрыми в щиток залез. Не надо мне тут. Так, давайте. Оп. Ну, давай тогда соточку налей. Соточка-то с чего вдруг? Ну, а чё, сиди, музыка такая, как на поминках. Господи, не надо ничего. Едой нужно наслаждаться, Коля, наслаждаться. Ну, какая у нас наслаждение? У меня с армии установка, надо уложиться в три минуты. Стремительный у тебя, Николай. Зато аппетит хороший. Ой, Данечка, привет. Привет, Галин. Колёх, здорово. Я опоздал на три минутки, извините. Ох. Ну, вроде ничего не пропустил. А я как раз три минуты уложился. Чё, Коль, второй-то будешь? А не, пока так, по-серому. Да? Да первое-то поел, и слава богу. Данечка, тебе котлетку давай положу. Вот с этим самым. А давай мне второй тоже. Держи, держи, держи. Ах, обожаю эти котлетки. Спасибо. Ну, Данечка, а ты чё-то не ешь-то почему? А я чё-то не голодный просто. Не голодный? И часто он у тебя не голодный? Да я просто на работе поел. Меня Оксана угостила. Какая Оксана? Викторовна. Мы постоянно с ней на работе кушаем, обедаем. Чё, ты мне никогда про эту Оксану Викторовну не рассказывал? Ты не спрашивал? Мы постоянно с ней, она меня подкармливает. У меня показывает питание. Я в твои годы в три горла жрал. Смотря я, молодой был, мог вообще всё жрать. Всё подряд жрал. Давай помогу. Давай. Да не надо, он сам может. Ешь, говорю. Ну ладно. Ну попробуй хоть. Давайте попробуем. Такая котлетка сочная. Я говорил тебе. Дань, да она просто жирная. А мне вот такие нравятся. Жирненькие. Меня Оксанка на работе такими кормит. У неё мужик-то без зубы, он не ест её стряпню. Она мне всё волокёт, вот эти булки, котлетки. Короче, неплохо живём. Вставай домой, пошли. Да ну чё, пусть поест нормально человек. Домой пойдём, дома доест. Да? А ты мне рецепт этих котлет сбрось. Обычные котлеты. Просто готовить надо с любовью. Ой. Да, я просто пальчики обрежу. Давай, Данечка. Давай. Пошли. Ой. Чё, Коль, добавочки положить тебе? Да какая добавочка? Где сода у меня изжога от твоих котлет? Господи. Спасибо. Надя. Надежда. Надя. Это... Я есть хочу. Надь. Где она? Записка? Я ухожу. Мне надоели твои вечеринки. Тебя не было три дня. Я ухожу к маме, потому что ты алкаш. Надя. Вот это беда. Это беда. Алло. Виктор. Дело срочное. Ты через сколько можешь приехать? А, всё, не могу говорить, ты уже здесь. Что случилось, Валера? Виктор. Виктор. Надя ушла. Намёк. Понял, я в магазин. Сколько у нас времени? Подожди, ты не понял. У меня Надя совсем ушла. Как, как, как? Совсем? А кого мы тогда будем бояться? От кого мы будем прятаться в гараже? Ну да, если её не будет, мы и по здоровью не вывезем. Надо возвращать Надю. Я тебя для этого и позвал, чтобы мы мою Надю вернули. Ты же возвращал? Я? Да, я возвращал. Но я возвращал ключи от гаража. И штопор два раза. Ну, опыт-то у тебя есть. Опыт есть. Ну, вот если бы твоя Надя была ключом от гаража или штопором, я бы подсказал. Если бы Надя была штопором, я бы её никогда никуда не отпустил. Тогда придётся извиняться. Как я извинюсь-то? Она ушла. А сейчас модно записывать извинения. Ну, я могу ей написать на лифте или на заборе там. Надо на видео. Нет. Я плохо выгляжу для видео. Те, кто записывает извинения на видео, выглядят не лучше. Это даже хорошо для извинений. Чем хуже ты выглядишь, тем убедительнее извинения. А на что писать-то? На телефон. Ну, хорошая мысль. Сейчас сделаем. Только когда я напишу, надо будет телефон ей как-то подбросить, чтобы она прочитала. Ты что, дурак? Есть же интернет. Интернет. Интернет? Да. Я не знал. Ну, вот те, кто записывает извинения, тоже, видимо, не знали, что есть интернет. Давай тогда, это, снимай. Погоди, ты слишком красиво одет. И кто тебе не поверит, ты нарядный, как на свадьбе. Так это и есть мой свадебный костюм. Просто тут чичично что-то потерялось, а так это он. Нет, свадебным нельзя. Ты должен плохо быть одет. Так а где я возьму плохую одежду-то, если у меня ее нет? Ну, тех, кто извиняется, тоже обычно нет плохой одежды. Да вы же ее где-то берут для извинения. Наконец-то. А я думал, ушел, что ли. Давай посмотрим всю твою одежду. Давай. Смотри. Это все? Все. Я же тебе говорю, у меня только красивая одежда. Ты должен вызывать жалость. Давай я мусор на мешок надену. Жалость, а не вонь. Вонь сама поднимется после извинения. У меня есть термоодеяло, я его под капот подкладываю. Под капот? Да. У тебя же нет машины. Машины нет, но капот-то есть. Я машину по частям пропиваю. Ну, давай термоодеяло. Не пойдет, меня можно в нем развести. У тебя что-нибудь еще есть из одежды? Есть. Свитер есть, но я его редко надеваю. Им Надя Пол уже два года моет. Где он? Вон. Вот это? Да. Подходит. Надевай. Надевать? Да. Точно подойдет для извинений? Для извинений то, что надо. Ну, да. Валера. Что? У тебя опыт публичных выступлений есть? Я не помню, но говорят, что есть. Кто говорит? Соседи и участковый. Значит, справишься. Ну все, давай, снимай. Стоп. Что? Ты что, в одном носке? Ну да. Ну его же в кадре не видно. Ищи второй носок. В одном носке нельзя. Один носок могут 15 суток дать. А, не, я в двух. Просто один на другой надет. Тогда нормально пишем. Давай. Надя, меня не было три дня. Я объясню. Я шел в шахматную секцию, которой решил заниматься. И просто зашел не в ту дверь. Дверь алкомаркета. С каждым такое может случиться. То, что будет происходить за этой дверью, я не знал. Я не перекладываю ни на кого ответственной. Кроме двух человек. Которые были со мной. Но один из них ослеп. А второй продал нам текилу по 30 рублей 5 литров. Надя, я как твой муж должен тщательнее проверять мероприятие, которое я посещаю. Ну как? Не, не пойдет. Почему? Надо пустить слезу. А где я его возьму? Я обезвожен. Я три дня был в шахматной секции. Давай, извиняйся. Снова слезы будут. Начинай уже. Надя, эти слезы искренние. Как и мое извинение. Понимание этой вечеринки было у каждого свое. Но посещение такого рода мероприятие, это часть моей профессии. Ведь я трудовик в школе. Когда я туда зашел, я сразу ушел. Но вышел я тоже не в ту дверь. Я три дня, Надя, блуждал не по тем дверям. И чучело твоей мамы сжег не я. А искусственный интеллект. Нейросеть сгенерировала чучело. Подогрел немножко. Она... Она очень холодная. Подогрею. Передохни пока. Я смонтирую кусок. А можно меня больше этим не поливать тогда? А что же мы стесняемся? Давай. Не надо стесняться режиссера. Раскройся. Всё, работаем. Чучело твоей мамы, Надя, сжёг не я, а искусственный интеллект. Нейросеть сгенерировала чучело, и это оказалась твоя мать. Всё, что ты знаешь обо мне, это неправда, потому что это фейк. Меня взломали. Всё. Валера, это гениально. Да? Да. Я думаю, она уже в пути. Сколько, Надя, от мамы для тебя? Полчаса. Полчаса, я успею. В магазин. Стой, я с тобой. Нам нельзя войти не в ту дверь. Нюрочка. А! Нюр. Господи, напугалась. Ой. Ты как вошла-то? Нюра, помираю. Ты чё? Ой. Чё ты помираешь? Помираю, Нюра. Чё случилось? Ой, к терапевту ходила, в поликлинику. Так мне там зубы выбили, плечо вывихнули и нос сломали. Так ты чё, к терапевту без очереди шла, что ли? Да? Просто спросить. Вот ты дура им, да. За просто спросить в тебя могли и кадык вырвать. Ты ж знаешь. Я просто так разбежалась, что почти всю очередь проскочила. Но мне в самом конце скамейка и в ухо прилетела. А потом запинали. И из поликлиники выпинали. И до остановки пинали. И ещё на остановке попинывали. Минут десять, пока автобус ждали. А потом в автобус запинали. И по делам. Чё тебе от меня-то надо? Ты что, на что жалуешься-то? Я не жалуюся. Я просто хотела спросить. Есть у тебя какой-нибудь знакомый в поликлинике? Если бы у меня был знакомый в поликлинике, я бы не тут сидел, а в поликлинике. Я бы вообще оттуда не вылазила. Ну, а как тогда лечиться? Да никак. Просто не ходи без очереди. Не спрашивай. И лечиться не надо будет. Я вот не хожу и не лечусь. И вон вся дома сижу в болячках. Зато здорово ей целое. Ну, может, знакомые твоих знакомых мне талончик возьмут? Знакомые моих знакомых тебя, наверное, и пинали в этой очереди. Так а чё делать-то теперь, ну? А тебе куда талончик-то надо? К терапевту? Нет, теперь уже к хирургу. У меня ж после терапевта всё сломано. Тома, к хирургу ты вообще не попадёшь. Даже с талончиком. Так а к какому я попаду-то? Есть один хирург. Я про него по телевизору видела. Но чтоб к нему попасть, ты должна стать байкером. Потому что он байкер. Да. Ой. Но он по всей России ездит на своём мокике. Ты его не поймаешь так, да. Ну, всяко проще, чем к нашему хирургу попасть. Давай я лучше к этому. Да. Ну вот, что нужно делать, чтобы стать байкером? Ты должна ездить на мотоцикле и вонять. Вонять. Первое ты делаешь в совершенстве, а вот на мотоцикле придётся поучиться. А в чём смысл байкерства? А смысл байкерства в том, что едешь, куда едешь. И куда доехал, там выпиваешь всё спиртное. И потом едешь в другое место, и там всё спиртное тоже выпиваешь. А что будет, когда они весь алкоголь выпьют? Всё. Всё, байкерское движение умрёт. Закончится. Вот так, так что успевает. Так, а если я пить уже не могу? Так они тоже не могут. Ну, а если они перестанут пить, они перестанут вонять. А если они перестанут вонять, они тогда будут не байкерами. Так, ну давай скорее тогда, что нужно делать, чтобы стать байкером? Там татухи тебе нужны набить. Да. Есть у тебя татухи какие-нибудь? Есть. Где? Примерно на коленях. Что значит «примерно»? Там точность нужна. Где ты их делала? Делала на груди. Сейчас примерно на коленях. Ещё есть Карл Маркс, но он по спине сползает. Дватит на коленных. Тебе ещё нужна борода, она у тебя не растёт. Это у тебя не растёт. А мне день не побриться, я байкер. Два не побриться, я поп. Три не побриться, я... Всё, дальше не хочу слушать. Тебе ещё нужна баба. Какая ещё баба? Ну, они же все с бабами ездят, байкеры-то. Так я сама баба. Да ну, какая ты баба, господи. Баба должна быть молодая, красивая и пьяная. А ты трезвая и страшная. Так может, ты со мной? Я подхожу. Но я занятая. Мне в собес надо. А что бабу ищи? Так где её найдут, а бабу-то, ну? Ну, возьми тех, кто тебя пинал на остановке. Найди байкера с бабой из мотоцикла. Ну, скажи, что-то вот байкер вот этот хочет зайти и только спросить. А они его мигом запинают. Собьют с мотоцикла. Ты садись на него, бабу с собой и уезжай. Ты чё несёшь-то? Она ж заметит, что у неё водитель-то поменялся. Как она заметит? Она его со спины видела. Тем более она пьяная. Ну, а если заметит? А ты покажи ей татуху. И бороду. Воняешь ты не хуже. Ну, чё, когда поедешь? Ну, сейчас поеду тогда. Всё, я пошла. Стой! Чего? Каска тебе нужна. Вот я возьму тебе это, знаешь, как сделаем сами. Я тебе голову монтажной пеной залью. Потом шкуркой зачищу, напильником поправлю. Покрасим, будет у тебя шлем. Себе бошку напильником обработай. Изнутри, дура старая. У тебя там караеды, потому что одни. И жуки в башке в твоей. Всё, я уже с ума выжила. Всё, я поехала. Стой, куда ты поехала? Ещё проситься будешь ко мне на заднее сиденье. Я тебе каску сделаю. Не, всё, поехала. А погоди ты. Я уже на мотоцикл сажусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Я уже на мотоцикл сажусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сергей Петрович понял, что новогодние праздники закончились, когда получил Валентинку. Слав, думаешь, 15 салатов хватит? Слав, мне кажется, по салатам уже хватит. Хватит у меня этих салатов. Ты уже придумал, куда мы пойдем в новогодние праздники? Конечно, мы пойдем в музей, на каток, в театр и еще на лыжах покатаемся. Класс. Может, хоть прогуляемся, мусор вынесем. Эх, я в подъезд выставил, нормально. Блин, надо форточку открыть, хоть подышать. Слава, включай скорее СТС, сейчас пельмешки любимые начнутся. Эти пельмени, они вообще заканчиваются, а? Кроме них, что вообще показывать нечего? Слушай, а ты у Морозовых спрашивала, когда они приедут? Слушай, а ты у Морозовых спрашивала, когда они уедут? Блин, как мы оказались у Морозовых? Я наберу, поздравлю их. Давай. Алло? Любви, счастья, здоровья в новом году. Да? Да, самое главное, здоровья в новом году. Здорово. Вызовите мне скорую. Может, торт с балкона занести? Может, торт с балкона занести. Это что, торт с балкона идёт? Ой, алкоголь это себе набрала, а? Ничего не треснет. Опа, и ничего не треснуло. Катя, всё трещит. Слав, посмотри, платье отлично сидит, а? Как будто бы я в нём родилась. Ой, хорошо посидели. Слушай, платье как будто в нём родила. Катя, мы так платье не снимем. Придётся распорывать. Славочка, ну погоди. Ты же уже из этой тарелки закуску ел. Для салатика чистенькая тарелочка. Спасибо, любимая. Ну куда ты накладываешь-то, Господи? И салатницы ешь? Эту посуду мыть уже не могу. У меня не руки, а в мылке. Спасибо, любимая. Так. Оливье. Винегрет. Селёдка под шубой. Гнездо грухаря. Микс. Если что, спасай, любимая. Все нас поздравляют с Новым Годом. Ой, блин, да сколько можно нас поздравлять-то с Новым Годом? С Новым Годом. Поздравляю. Завтра на работу. Нужно написать желание, сжечь записочку и выпить до дна. Ты что, до сих пор веришь в эти сказки? О-о-о, фужер с желанием. Это же как активированный уголь. Да ну куда ты, ну? Ну со второго часа ночью не просыхал. Я ему раз сказала, два сказала, раз сказала. Катя, Катя, помолчи. Я это ради желания. Катя, У тебя желание сбылось? Молчишь? А у меня сбылось. Сегодня дома буду ходить на каблуках. Ой. Специально для тебя, мой котик. Давай. Господи, как ноги в этих каблуках-то болят, а? Может снимешь их, а? Все ноги мне поддавило. Надень тапки мои. У нас ни паркета, дуршлаг. Катя, помнишь, ты каблуки твои потеряла? О-о-о. АПЛОДИСМЕНТЫ Я у них второй день на балкон хожу. Удобно? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Локтями стал доставать до подоконника. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Операция удобная. Так, Александра Петровича надо поудобнее посадить, потому что все-таки уважаемый человек. Александра Петровича надо как-то поудобнее положить, потому что все-таки уважаемый человек. АПЛОДИСМЕНТЫ «Интересно, а что ты мне подаришь на Новый год?» «Интересно, ты что-нибудь мне подаришь на Новый год?» «Интересно, конечно, что ты мне ничего не подарила на Новый год». АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать тост. Новый год – волшебный праздник. И неважно, какой у вас возраст, какое состояние, какие заботы. В этот день мы все верим в чудеса. И приятнее всего ждать это чудо всем вместе в кругу семьи, в кругу друзей. Рядом с любимым человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да? Катя? Кать? Да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ Это как-то не солидно. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Петрович, а где Катя? АПЛОДИСМЕНТЫ Во время съемок с программы Елены Малышевой сбежал геморрой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В эфире программа «Жить здорово» с Маргаритой Балакирской. Британские ученые после длительных исследований пришли к выводу, что правильная осанка во время приема пищи способствует хорошему пищеварению, устраняет неприятный запах изо рта, а также является прекрасной профилактикой мужской дисфункции. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а испанские стоматологи предупреждают, что столовые приборы из алюминия разрушают зубной эмаль и способствуют ранней потере зубов. Ещё одно интересное исследование провели японские академики. По статистике, 90% людей, которые кладут ногу под себя, склонны к нетрадиционным отношениям. Интересный факт пришёл к нам из Новой Зеландии. Мужчины, предпочитающие тесное нижнее бельё, менее привлекательны для женщин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но более успешны в карьере. АПЛОДИСМЕНТЫ Берлинские диетологи доказали, что варёный картофель, по их мнению, способствует закупорке сосудов. АПЛОДИСМЕНТЫ А консервированные овощи в стеклянной банке с красной крышкой, о репус, вызывают длительную непрекращающуюся депрессию. АПЛОДИСМЕНТЫ Также, благодаря одному из исследований, учёные предположили, что сосиски в натуральной оболочке могут провоцировать развитие раковых клеток. АПЛОДИСМЕНТЫ Однако это всего лишь предположение, и оно не доказано. АПЛОДИСМЕНТЫ Химики Университета Северной Вирджинии доказали, что обычная керамическая посуда, которую используют более 25 лет, способна выделять токсины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тибетские мудрецы утверждают, что вода в пластиковой таре увеличивает риск неразгоствующей. Интересный научный факт доказали дизайнеры из культурного центра в Брюге. Согласно их исследованиям, обои темных оттенков вызывают когнитивный диссонанс у мужчин, что чаще всего приводит к шизофрении и летальному исходу. Опаснее этого могут быть только стены, обклеенные старыми газетами. Эта тлетворно влияет на сетчатку глаза. Исследователи Калифорнийского биологического университета неожиданно выяснили, что смертельная опасность подстерегает человека в самом безобидном бытовом месте. Личинки сопрофитов, способные проникнуть под кожу человека, были обнаружены в обычном кухонном столе. В связи с обострившейся сейсмической активностью в средней полосе России, ученые напоминают, что самое безопасное место во время землетрясения под столом. Ну и напоследок главные новости. Ученые Российской Академии Наук доказали, что большинство псевдонаучных доказательств, которые вы слышите по телевизору, не имеют под собой никаких оснований. А вот чрезмерный просмотр телевизора как раз очень опасен для жизни. Будьте здоровы! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Витька! Витька, иди сюда! Ты чё, оглох, что ли? Чё? Чё ты раскомандовался? Чё? Чё надо? Я раскомандовался, потому что я твой отец! А, не точно! Может, тебе ремня дать, чтоб ты лучше слышал, а? Ну, дай! У нас один на двоих ремень-то! Это моя очередь! Давай ремень мне! Щас, я тебе ремня дам! Щас! А где ремень-то? А, нет ремня! А, я же и в машине пристёгывался! А почему ты сразу не пришёл, когда отец зовёт, а? Да я ж в углу стоял! Ты ж меня в угол поставил! Так, а за что ты стоял? Я забыл! Щас и я забыл! Ладно, давай, тебя ж мать ставила, придёт, спросишь! Ну, как она придётся? Так, а что с ней? Она ж в магазин пошла! Так там же акция, она ж не скоро! Чё звал-то ты меня? В общем, сын, такое дело! Ну? Мы с матерью вчера закрыли ипотеку! АПЛОДИСМЕНТЫ И всё, сын, а сейчас мы тебе можем уделять больше времени! АПЛОДИСМЕНТЫ Сынуля! Садись, Витюнь! Так! Мне сейчас уже не нужно будет работать в шахте! Ага! Толкать вагонетки! Эй! Я могу заняться сыном! Давай, показывай дневник! АПЛОДИСМЕНТЫ Может, сразу диплом? АПЛОДИСМЕНТЫ Что ты рисунки рисуешь? До скольки считаешь? Да, считаю до трёх! Это ночи! АПЛОДИСМЕНТЫ Всё равно не могу уснуть! АПЛОДИСМЕНТЫ А, рисунки! А, рисунки вот! Вот они, рисунки мои! АПЛОДИСМЕНТЫ Кладбище! АПЛОДИСМЕНТЫ Морг! АПЛОДИСМЕНТЫ Крематорий! Тебя надо к психологу вести! АПЛОДИСМЕНТЫ Раз ты такие рисунки рисуешь! Так это я у психолога и рисовал! А почему он тебя заставляет такой рисовать? Так это кладбищенский психолог. А зачем ты к нему ходишь? Так ему там одному-то на кладбище-то скучно, я к нему хожу на одноклассник мой. Так давай, показывай дневник. Вот и дневник мой. Так давай. Ага. Так, хорошо. Так. Хорошо. Хорошо. Так. А есть другой дневник. Это дневник о вакцинации. А кому нужен сейчас другой дневник? Сейчас все вот этот спрашивают. Я его с собой ношу везде. Сына, а помнишь, ты просился на карусели? Это когда? В 1962. Да не помню. Сейчас пойдем на карусели, сына. Я все откладывал, откладывал. А сейчас мы с тобой пойдем. Да не хочу я, батя, на карусели. Меня и так всю жизнь вертели. Не пойду я туда. Сейчас, Витюня, я целый список нашел. Ты в детстве писал, что ты хотел. Да, чего там. Вот смотри, чертово колесо. Чертово колесо я утром выпил. В зоопарк ты просился и в цирк. Это не надо, я в собес хожу. Там и зоопарк, и цирк в одном месте. Вот щенка ты просил, чтобы за ним ухаживать. Ага. Вот. Я и сейчас хочу щенка. Только чтоб он за мной ухаживал. Машина с педальками, сына. О, машина с педальками, помню. Помнишь, да, сынок? Машина с педальками. Я для тебя, сынуля, сюрприз сделал. Ну? Так, а чё я с ней щас делать-то буду? Вози по двору. Так это я 70 лет назад, если б на ней выехал, я бы всех удивил. А щас чё? Ты и щас всех удивишь. Так, дальше. Горшок новый, большой. С подогревом сейчас. Ну, билда, поваляться в стекловате. О, это да. Поваляемся, знаю где. Побегать по крышам. Побежим, сын. Нам по Москва-Сити побежим. Бросить патрон в костёр. Бросим ящик. Прокатиться на горке стоя. Прокатимся. Здорово. Прямо сейчас и пойдём. Ставай, сына. Я тебя сейчас одену. Чего это? Я тебя одену сейчас, чтобы ты у меня не замёрз. Так вот шапочка вот красненькая. Чтоб ты в толпе не потерялся у меня. Вот. В ней адрес пришит, чтобы, если что, ты там. Тебя приняли. Вот, смотри. Варежки на резинке. Это шо, шубку надевай. Цегейковую. Так, давай. Я вырос из этой шубы. У нас, сынок, вся страна выросла из этой шубы. Давай, застёгивайся. Застёгивайся. И шарфик, сынуля, сверху, чтобы не надуло. Ну, пап, ну, 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 ну поздно уже. Ну, я уже и школу закончил, институт. Я старый дед, ну разве ты не видел? Сынуля, никогда не поздно уделять время детям. Потому что время, проведённое с детьми, лучшее время. И чем раньше родители это понимают, тем счастливее у них будут дети. Всё, пойдём, прокатимся на горке стоя. Так, куда мы пойдём? Давай я лучше сделаю то, о чём мечтал всю жизнь. Чего? Проеду на этой машинке вот по дороге. Ты меня толкай до горы. Всё, удивись. Все бабки удивились. Вот, да, 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 да. Артхаусная постановка в жанре абстракции, абстракции, абстракции под названием «Мать». «Мать», «Мать». Татьяна, доченька моя, подойди ко мне. Ты звала матушка? Нет, я звала Татьяну. Егор, Егор! Я здесь, матушка. Татьяна, принеси мне плед. Держи. Но зачем он тебе? Это тебе. На, прикройся, стыдобище. Спасибо, Прест. Татьяна, позови Егора. Егор! Я здесь, матушка. Егор, а где Никита? Никита? Я его давно не видел. Он, скорее всего, свалил и свинтил с Валентином. Чего? Он свалил и свинтил с Валентином. А Валентин – это который повар или который помер? Это который повар. Валентин! Да не ты. Нам нужен Валентин, который повар. Уходи, лисичка. Валентин! Валентин! На! Что на? Валентина! Что тебе нужно, Валентина? Я потеряла нож! Он у Валентина. Но ведь я Валентина. Значит, нож у меня. А где же нож? Так, ты приняла таблетки? Приняла. Как родных. Ладно, а почему Валентина такая странная? Она принимает какие-то таблетки. А где Никита? Точно. Никита! Я здесь. А вот ты где. Тьфу на тебя. Что, шарф? Ты плюешься шарфами? У меня после хурмы рот вяжет. Извините. Немного опоздала. В некотором царстве. В некотором государстве. Вы не то, чтобы немного опоздали. Вы вообще не туда пришли. Извините. Зачем ты нас собрала, мать? Я вам не мать. Я перемать. Зачем ты нас собрала, мать-перемать? Пришло время познакомить вас с вашим отцом. Георг! Георг! А, он же ушел, когда вы были маленькими. Но мы хотим знать о нем больше. Расскажи, матушка. Когда вы были маленькими, он ушел. А что он сделал, когда мы были маленькими? Ушел. А когда он ушел, мы были какими? Маленькими. А кто был маленькими, когда он ушел? Вы! Ну вот, теперь мы знаем все. Спасибо, мама. Дети мои. Я хочу вам кое в чем признаться. Я вас не рожала. Вы всегда были. Вы старше меня. Получается, мы тебя уматерили? Зачем ты нас собрала, уматеренная мать-перемать? Я хочу раздать вам причиндалы. Давно пора. А тебе пароль от фай-фай. Какой? Причиндалы. Работай на здоровье, сынок. Никита, по-моему. По-твоему, да. А вообще, Стас. Скажи, пожалуйста, а почему ты нам все раздаешь? Потому что я ухожу. В смысле уходишь? Неужели больше не будет таких веселых заседаний гордумы Камышлова? А, мать? Я не мать. Я мэр. Меня позвали в губернаторы. Но почему? Потому что там тоже люди. И они тоже хотят веселиться. И танцевать веселые камбоджийские танцы. А ведь этим людям в сумме 300 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Я плохо себя чувствую. У меня температура и слабость. У меня ощущение, что у меня ковид. Ковид. Ковид, 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 ковид. Ковид. Что-то знакомое. Ковид, ковид. Как вы сказали? Ковид. Ковид. Не, не помню, что-то просто навеяло так. Не помню, не слышал, не слышал. Давайте, знаете, что, по базе нашей посмотрим. Как вы сказали? Ковид. На конце д или т? В конце что? Ковид или ковид? Т или д? Что на конце? Там на конце 19. Что 19? Ну, ковид-19. Определите, что у вас, ковид или у вас 19? Что у вас? Ну, болезнь, а ковид-19. Не, ну цифру 19 я знаю, это моя зарплата. Это 1,9. А вот первое слово я вообще не понимаю, что это такое. Как это писать? Давайте вместе напишем. Давайте. Давайте. Как? Ковид. Ковид. Поиск. По вашему запросу ничего не найдено. Ничего нет. Как не найдено? Ну, тогда давайте по-другому забьем корона. Вы что, к нам пришли болезни выдумывать? Вы что? Вы определитесь, что у вас, ковид, корона или у вас 19? Что лечить-то? Ну, корона, посмотрите. Ну, давайте. Корона. Поиск. Ну, тоже ничего нет. Пусто. Нет такой болезни. Нету? Ну, как нет. Ну, так нет. Вот конъюнктивит есть, вот коклюш есть, колики есть. Давайте мы вам коклюш вылечим. 19 раз. Не надо мне коклюш, я его лечил в детстве. Мне надо вылечить от ковида. Да как мы вас вылечим от того, чего нет? Вот при вас же забил. Нет, вот. Мы не знаем, как это лечить. Нет, мы не знаем. Ну, как нет, есть такая болезнь. Ну, если была такая болезнь, ну-ка, я не знаю, какие-то ограничения бы там были, я не знаю. Изоляция, удаленка, ну. Я 30 лет здесь сижу, я испанку знаю, брюшной киф знаю, холеру знаю. Ковид я не припомню. Вы выдумали болезнь. Как она, по-вашему, появилась? Очень просто она появилась. Летучая мышь укусила панголина, а панголина сожрали. У вас с головой не в порядке. Ну, что тут у вас кукуха едет? Панголина сожрали. Кто будет жрать панголина? Что такое что-то? Овощ национальное. Что это? Я даже прививку делал. От чего? Я не знаю, но я два раза делал. Подождите, ну если бы вы делали прививку, вы бы не заболели? Да, а я заболел. А зачем вы ее делали? Чтобы получить QR-код. А можно узнать, а что это такое? Ну, это такой квадратик черный, без него в кафе не пускают. Подождите, какой квадратик? Чушь какая-то. Какой квадратик? Квадратик для кафе? Для кафе нужны деньги. Какие к черту квадратики? Деньги это такие прямоугольники такие. Квадратики это прямоугольники разноцветные с цифрами. Вот это нужно для кафе. Без квадратиков в кафе не пускают. Можете определить, пожалуйста, что у меня дельта, омикрон или стелс? Подождите, а ковид мы вылечили? Прошел он? Это все и есть ковид, он просто каждые три месяца новый. А прививка старая? Прививка старая, она от всех болезней. Подождите, я ничего не понимаю. Если вы больной, то где ваша маска? А вот в кармане у меня маска. Почему она в кармане? Ну, потому что она нужна только, чтобы в кассе на магазине рассчитаться. Маска для магазина, квадратик для кафе. Даже интересно стало. Подождите, а треугольники в вашем мире для чего? Овалы, кружки, я не знаю. В кино вы как ходите? По параллелепипедам? Не, в кино просто пускают. Там просто надо сидеть через кресло. А в транспорт тоже через кресло? Не, в транспорт можно как можно больше забиваться, чтобы побольше вошло. В транспорт, чтобы побольше вошло. А в торговые центры вы что, ходите по валам, по каким-то или что-нибудь по треугольникам? Нет, нет, там пистолетиком температуру меряют на руке и все. А какая должна быть температура? А любая температура должна быть. Главное, чтобы ее померили и все. А дети в вашем мире болеют? Дети нет, но до 12 лет. А после 12 болеют? После 12 тоже нет, но квадрат нужны. Подождите, а сколько действует квадрат? Если болел, то полгода, если прививк, то год. А если болел и привился, то полтора года? Нет. Тоже год. Слушайте, а зачем тогда прививаться, если болел? Я не знаю, не прививался, я просто купил, да и все. Подождите, я не понимаю, а квадратик-то откуда? Это чей? Да это не мой квадратик. Все ходят так в кафе. А если в кафе-то проверят? Да все ходят по чужим квадратикам в кафе. Я понял, вы просто из параллельной реальности. Вы из параллельной реальности. Я понял, вы путешественник идем во времени. Какой у вас год сейчас в вашей реальности? У нас же 2022 год. Странный, у нас 2022. Скажите, у вас до нашей эры или после? Это я не в курсе. Ёлки-палки, ну как? Ну вы уточните, я не знаю, мы не можем лечить людей не из нашей эры. Вы, я не знаю, возьмите ваш квадратик, сходите в ваш кафе. Спросите, какая у вас эра, потому что чудно у вас так все в этой вашей реальности получается. Продумано самое главное у вас там все, все продумано. То есть смотрите, подытожу тогда. Болезни, если вы придумали, да, вот болезни, то придумали, потому что кто-то сожрал панголина, да? Потом, значит, вы привились, чтобы получить квадратик, да, для того, чтобы попасть в кафе. Но он не ваш, потому что их не проверяют. Но на кассе вы должны быть в маске, а в торговый центр вы можете попасть, если пистолетик покажет у вас любую температуру. Да, все верно. Ну так и есть. Я вам лекарства выпишу все-таки, давайте. Выпишу. Все, я понял. Я знаю, что вам нужно. Будете, значит, принимать вот это ВИР. Вот это ВИР по 400 таблеток каждые полчаса. Это обязательно схема, 400 таблеток каждые полчаса. Значит, вот это феррон пожизненно, вот это феррон нужно пить обязательно пожизненно. И невкусомистин, это уже потом восстанавливать кишечник невкусомистином обязательно. По 4 килограмма каждую минуту. Пожалуйста, вот. Давайте, вот, держите. А что вы мне даете? Ничего нет? А это бумага. Это уже наша реальность. Вопрос от мужчин. Женщины, которым совершенно нечего надеть. А вы чего голыми на вечеринке не приходите? Оля! Сколько можно ждать? Давай быстрее, мы на полчаса уже опаздываем. Да ну сейчас. Что значит сейчас? Сколько это сейчас? Господи, ну мне накраситься ещё надо, Коль. Ты же видишь. Оля, пол седьмого нам сказал в шесть быть. Коля, это Новый год. Я должна быть безупречной. Дай мне 10 минут ещё. Халя, всем вообще пофигу, как ты выглядишь на празднике на этом. Все думают о другом. О каком другом? Обо мне. Чё? Все сидят сейчас за столом, руки тянут к столу, там Лариса, он цыц говорит им. Не сметь, пока Коля не пришёл. Руку за столом не меняем. Хуже некуда это вот сидеть и ждать, это слюни пускать кого-то. Коль, быстрее невозможно. Халя, быстрее тридцать первого вечера невозможно только майонез возле дома купить. А всё остальное возможно. Возможно. Ты вообще не понимаешь, чем я занимаюсь здесь. Мы женщины, нам нужно накраситься. Это Новый год, это очень важно. Чтоб ты выглядела хорошо. Смотри, накраситься. Ногти накрасить. Это сколько времени? Чтоб они высохли, эти ногти. Потом смотри, прическа, волосы. Минут сорок только на эти волосы уходит. Ой, господи, вы нас, мужики, вообще никогда не поймёте в этом плане. Никогда. Господи. Коля. Конечно, не поймём. Я за 10 секунд переоделся. Ты как? А вы чё там два часа собираетесь-то? Ты смотри, ты чё сделал-то? Ты просто-то... Ого. А стрелки-то какие ровные нарисовал. Ты посмотри, а как так-то? Быстро, такие ровные. Стрелки-то вот этого? Ну да. Взял фломастер, поставил раз головой. Всё, чё там? Офигеть. Две секунды, блин. Обалдеть. Слушай, так макияж весь ровненько положил. Это как вообще? Галя. Я после школы в автосервисе работал, тачки битые шаманил. А потом подрабатывал ещё в морге. У меня жмурики, знаете, какие были? Вообще щёки горят, глаза блестят, как в последний путь, как на праздник. Галя. А как глаза блестят? У них же закрытые глаза там-то. А я по закрытым красил. Ты чё, побриться успел, что ли? А как ты побриться успел? Я и ноги побрил. А ноги-то когда? Это самое простое, Галя. В смысле? Ну там же не надо вот это делать, вот это вот. Ноги. Там же коленей нету. Слушай, подожди. А волосы? Волосы. Прическу делать 40 минут. С этим как быть? А? Какая прическа? Ты вышла на улицу, там этот, пурга, метель. Шапку одела, всё, нет никакой прически. Вот. Бигуди, пришла в гости, забежала в туалет, бигуди, сняла. Всё, прическа готова. Господи. Хорошо. Хорошо. А платье ты сам как застегнул сзади? Господи, платье. Как куртку так взял, застегнул, так зюк и всё. Потом раз, два и назад повернул. А руки? А руки крюки в эти дырочки, чпок-чпок и всё. Ты пошёл. А как ты снимать будешь его сам тогда? Галя, это Новый год. Когда я в Новый год сам раздевался? Ну ладно. Ты ж меня раздеваешь всё время. А, Коль, вот сумку ты эту красную зря взял, она к тебе вообще не подходит к этому платью. Она не красная, она коралловая. Она к ногтям. Платье это ещё липнет к ногам. Где у нас этот антисептик или как его там? Антистатик. Антистатик. Вот это? Там стоит где-то, да. Сейчас всё сделаю. Господи, что ты делаешь-то? Ну это лак для волос. Ну ты чё? Ничего, не липнет же. Слушай, вот смотри. Вот мои ресницы, да? И твои ресницы. У тебя ни одного комочка. Это как вообще? Галя, это секрет фирмы. Какой фирмы? Гуталиновой. Чего? Берёшь зубную щётку в гуталине, макаешь так. И потом жук-жук и всё. Только секрет. А в чём секрет? Тебе щётку надо новую покупать, зубную. Сейчас, подожди. Пять секунд не осталось уже. Всё. Блин, давай быстрее. Мне жарко. Чё тебе жарко-то, ты в платье стоишь? Я с колготками не угадал. 90 ден надел. Зачём такие тёплые-то? У меня выбор был, Галя? Либо колготки, либо трусы. Ваши колготки на мои трусы не налазят. Коль, ты чё, без трусов? Ты за столом там такой, не ляпни. То все будут ронять вилки, посмотреть на моё богатство. Подожди, ты чё, в таком виде ехать собрался, что ли? Ну, должен этот Новый Год как-то отличаться от остальных. Потому что все говорят, этот Новый Год, когда этот Коля опять нажрался. Да, будут говорить, что это тот самый Новый Год, на котором какая-то Оля нажралась. Так, если ты так пойдёшь, то чё, я тогда переодеваться пошла. Куда? Стоять! Чего? Чего? Куда ты собралась? Чё мы как дуры будем в одинаковом-то? Ты ещё вон накрашен лучше меня. Пойду переоденусь. Стой! Что? Стой здесь, здесь секунд, я быстрее тебя переоденусь. Редактор субтитров А.Семкин Коль, ну у тебя сегодня день рождения, юбилей, 50 лет. Вообще. Ну, как праздновать-то будем? Ну, я бы хотел, чтобы у меня весь день сегодня какие-нибудь приятные сюрпризы случались со мной. Ну, значит, как загадаешь, так оно и сбудется. О! Мы кого-то ждём? Нет, это, наверное, первый сюрприз. Пойду открою. Та-да! Эй, сюрприз! Здравствуйте! Мама приехала! Здравствуй, Иланочка! Здравствуй, мой зятёк Витенька! Не ждали меня, да? Я вот решила вам сюрприз сделать. Как я могла забыть, что моего зятя любимого день рождения. Шесть суток на поезде и я здесь. Ну, проходите раз уж, мимо проезжали на поезде. Я пока разденусь. Витенька! Продолжение следует... Продолжение следует... Витюня, ну как праздник, Витенька, мой хороший зятёк дорогой? Только закончился, все разошлись, мы как раз спать собирались ложиться. Ну, понятно, что разошлись. Удивительно, что вообще приходили. У тебя ж друзей-то нет, зато есть я. Я же сюрприз тебе приготовил, Витя, специально для тебя. Ну-ка, доча, кыш с табаретки. Сейчас, Витенька, сейчас специальный стих. Ох, высота кака. Стих, Витя, для тебя. Кто в трико рукою чешет? Кто забыл стульчак поднять? Кто храпит, воняет, курит, это мой любимый зять. От души. Это вы сами написали? Нет, это я в интернете нашла. Просто всё подходит. Как с тебя писали. Ты чё, загрустил? Не унывать, не сдаваться. Я сейчас посплю часок, и мы с тобой в караоке. Витя, а я чё-то ни одной банки у вас не вижу. Так а я же вам их все вернул. Так что можете спокойно езжать домой и закатывать там. Что вы там в них закатываете? Нет, тот грузовик банок, который ты мне прислал, я в тот же вечер закатала. Прям в кузове. Где ещё? Больше у вас нет. Знаю, поэтому я привезла. Сейчас у вас всё будет, Витя, не переживай. Всё будет. Значит, вот. Вот. Вот, значит. Вот. Так, в этих двух сумках закончились, я сейчас ещё принесу. Я двенадцать сумок у подъезда оставила. Твою дверь закрою, чтоб она обратно не попала. Чё, с ума сошёл? Это ж моя мама. Точно. Это ж мама твоя. Я табуреткой дверь прислоню и шифонером придвину. Неси молоток с квоздями, сотками. Забью дверь, чтоб она не попала. Ой, я через окно. Я помню, я когда выхожу, у вас дверь заклинивает. Я обратно попасть не могу, поэтому я через окошко к вам. Витя, а я ж не с пустыми руками. Я же подарок тебе приготовила. Танец, Витя. Алтайское капуэрро. Музыку. Чуть не сдохла. Всё ради тебя, Витя, от души. Ой, на хрен ешь. Ешь, хрена больше ешь. Ешь много хрена, доживёшь до 55. Ешь хрен. Значит так, значит так. А стих был, значит танец был. Стриптиз. Мама, не надо. Мара Васильевна, я вас умоляю, пожалуйста. Вы и так столько сюрпризов нам сегодня сделали. Этот я не перенесу. Ну давай. Мам, ну не надо, ну пожалуйста. Точно? Ну потом тогда. Посплю и сделаю. Ой. Я тогда, знаешь что, пойду банки открывать с хреном. Будем веселиться и праздновать. 17 банок нам на троих хватит открытых? Ну минут на 10 хватит пока. Потом ещё откроем. Витюня, я знаю, что хотел тебя спросить. Вы ремонт что ли сделали? Экран светодиодный поставили. Я на нём всю вашу переписку читаю. Слава Богу. Я уж думал, вы не заметите. Может думаю, шрифт покрупнее сделать или вслух читать. Но уж специально для вас было сделано, чтобы вы поняли всё. Да нет, Витя, вижу я всё. И вот что я из переписки-то поняла. Что вы расстраиваетесь всё время, когда я приезжаю. А так как я не хочу вас расстраивать, я решила никогда к вам больше не приезжать. Чтобы вы всегда были счастливы, Витя, и весёлы. Больше, Витя, никаких неожиданных визитов не будет. Я буду вас жить! Чтоб вы всегда были счастливы и довольны. Стрептись, Витя! Шучу, алтайская капуэра и хрень мне, когда отсюда уедут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова